Работать, засучив рукава, пока не убран последний гектар. Такую задачу аграриям поставил глава республики. Последняя информация с полей в материале Дмитрия Ковалева. Если не подкачает погода, то уборочную страду реально завершить до конца недели. Это прогнозы регионального минсельхоза. Порядка 600 хозяйств уже собрали урожай зерновых, но работ еще не в проворот. Картофель еще достаточно, почти 2000 гектаров. В земле лежит, почва лежит. С одной стороны, цена есть, но надо убрать все это дело. По зерновым, зернобобовым культурам 700 тысяч тонн должны преодолеть. Хотя ожидания первоначальные были намного хуже. Полеглость хлебов была и ряд других вопросов. Но, по крайней мере, сельхозтоваропроизводители справляются с поставленными задачами. Основная масса, ну как всегда, в реальной жизни есть отдельные хозяйств, субъекты, сельхозтоваропроизводители, которые ждут. Работы на полях должны продолжаться и днем, и ночью, на счету, каждый час. К аграриям, которые испытывают дефицит в уборочной технике, готовы прийти на помощь другие хозяйства. У нас традиционно, все говорят, лучше мы сами как-нибудь, но платить никому не хотим. Вот этот подход, он в итоге затягивает. Мы здесь, конечно, должны перевоспитывать, и в этом направлении будем работать. Урожайность картофеля и зерна не хуже, чем в прошлом году. Переработчики уже закупили порядка 70 тысяч тонн пшеницы высокого класса. Высокая урожайность в Бурнарском, Цивильском, Яльческом районах. Среднесуточный обмолот по Чуварской республике. К сожалению, он упал. Все мы знаем, не стали короче. И влажно утром, после рассы рано темнеет. И среднесуточный обмолот по республике. В этом году рекорд был 14 тысяч, на сегодня около 2000 гектаров. Аграрии продолжают активно сеять озимые культуры. Работы должны завершиться в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.